Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 848. Событие дня. 1 Коринфянам 15.17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. За 10 апреля 2018 года. Не спешите судить и сливать все в одну помойную яму. Посмотрите лекцию Георгия Эндельштейна о необходимости покаяния московской патриархии. На мой взгляд, Георгий Эндельштейн – здравый человек, здравого ума. По-моему, это Евгений говорит. Евтушенко Сергей, что-то конкретно посоветуете в этой книге? Евгений Трабко. Книги еще не прочитал, только начал. А вот его лекции, беседы сейчас скину. Я, когда еще первый раз посмотрел этого священника, он мне понравился за свою искренность и честность. Евтушенко Сергей. Добираясь до прихода, беру старосту. Всю ночь не спим. Едем с пересадками из Коровина в Белгород. Едем наугад. Не знаю, застанем ли. Приходим рано, почти к началу приема. Но в приемной уже сидит очередь. Несомненная удача. Значит, начальник на месте. Дверь в кабинет приоткрыта. Уполномоченный кричит. На кого-то нарочито громко. Пусть и все прочие слышат и учатся. Кавычки открыты. Вы обязаны строжающе следить, чтобы священники ваши по приходу поменьше шлялись. Помните, что всякие требы в домах им по закону запрещены. Запрещены? Понятно? Они могут только соборовать, исповедовать и причащать на дому умирающих. Больше ничего нельзя. А они у вас и крестят, и молебны служат, и все, что только хотят, делают. Мы как-то ехали в машине, не знаю по какому делу. Священник тут был такой, Титов, отец Симеон. Ростом примерно он, может быть, метр шестьдесят пять был. Сто пятьдесят три килограмма, кажется, весу. Мы едем ему, он говорит, вот здесь новостройка была, но тут мы погуляли, тут в домах крестили. А сейчас все, не разрешают. Появится такой деятель на приходе. Зарплата у него, по ведомости, вроде меньше моей. А через два года он уже покупает себе дом. Еще через два года у него своя машина. Начинает врать, что чёще подарила. Это уполномоченный, астрополитый. Коньяк марочный пьет. Ездит обязательно в мягком вагоне. У меня вот почему-то не только на дом машину или марочный коньяк, да на мягкий вагон. На простой коньяк денег не хватает. И тещи такой почему-то нет. Это уполномоченный их там шьет. Кавычки закрыты. Ехали как-то дорогой, а батюшка, отец таким, лежит на второй полке. Ну, едем мы, конечно, в общем вагоне. Даже там ничего не... Ну, голые доски. Лежит. Еще-то как закричал. Я говорю, что, наверное, увидел вас, нет, и я уполномоченный за ногу потащил. И тут стихотворение я как-то написал. Матушка-регистрация. Это можно здесь найти его сейчас. Но это стихотворение... Ну, какой я, поэт-то, что ли? Ну, суть дела знамок, кто писал. И там, в то-то советское время, сейчас даже посмотреть можно, я сейчас постараюсь найти. Матушка-регистрация называется. Как она им говорит, им регистрацию дают, бумагу такую. И я ее как бы озвучил, что она может разговаривать. А Сергей Бурдин, он учился в своем семинаре, и там семинаристы, московское духовное семинарие, переписывают от руки. А я, говорит, знаю, кто это написал. Я сразу догадался-то. Но себе переписал тоже. Можно даже посмотреть. Там с уполномоченным как разговаривает. Ну-ка, подними вот премудрость эту нашу. Ну-ка, давай. Открывай. Вот. Подержи-ка снова. Сейчас я найду общее стихотворение. Ну, найти это можно, конечно. Где-то она будет. Здесь вот сейчас, смотри. Стихи полное, общее так. Стихи. Стихи одним файлом. Вот уже нашел. Ну, а теперь контр-лф. Ты знаешь, как пояс делается-то. Вот она. Вот теперь напиши регистрации. Регистрация. Ну, теперь это... Давай сейчас будем искать. Держи-ка. Видишь, как мы вдвоем... У нас тут пристройка. Так, это... Так, найти. О, сразу нашли. Называется Акафист. Матушки регистрации. Как тут написано. На, считай. Так, подожди-ка. Ну, где, держи. Я так буду. Поставь эту доску-то нашу. Володя ставит вот ее здесь, чтобы можно было... Все? Да. Ну, вот теперь устанавливай и начинай считать. Так. Акафис благодарности не сходится с языка. Поет тому, кто жизнь и разум дал. О, как он помогает смотреть не свысока и знать, что управляет нами не кагал. Бог однозначно он раскрутку дал вселенной. Он, только он. Все тот же, что вчера. Создал он солнце... Создал он солнце жаркое. Подбрасывал поленья. Подбрасывал. Она, видишь, тут съедена. В галактике иные и в иных мирах. Благодарение меня соткал в очреве. Дал оторваться всем от пуповины. Волной околоплодной вынесло из гребни на гребни и в жизни проскользнуть уже наполовину. Вечерний звон печально переполняет сущность и побуждает обозреть, что было. Пришел Христос и смерть меня не мучит. Я раб Христа с дырой в ушах отшила. Мне, более того, дано усыновление, дар обладания того, чем жил, живу. От осознания да как же не ослепнем, перед ним сакафистом склонив свою главу. И на второй ступени в молитве растворяясь к отдельным имяам до троицы струится. На первой же ступени бурнусы чалмы-рясы, как будто там завещанная пристань. Нам суждено завещанно в писании в толкли, что трехступенчатые молитвы уменьшались. С последней третей в небо нам трамплин. Научимся ж в молитве видеть части. Акафис, песть и словословие чудных, порыв восторженности скучным, неподвластный, струится празднично из пропотелых будней, из горького в скорбях выпаривает сласти. Пусть из акафисов победный подвиг выйдет. За все, за все благодарим умело. Неблагодарный скот предстал безмозглым быдлом. В словах превыспренних не в стрекотании мелком. Игнатий Лапкин 29-го, 07-го, 10-го года. Вот, а теперь акафис матушки регистрации считается не натощак после пирушки и тому подобное. Победительница разума и чести выкупила нас и си из плена. Благодарные поем на всяком месте, как первоапостоль на Елене. Радуйся, святая регистрация, исходящая от уполномоченного. Радуйся ты, радостью возрадуйся, поклоняемой днем и сие ночью. А еще бы, аще бы, не ты вочеловечивалась, мы бы человеки оставались, а теперь то паки делать нечего, знать с тобой навеки поменчались. отбросился, через все вверхах перетрубации, через все вверхах перетрубации, аки посоху хромаем мы соглядкою. Радуйся, святая регистрация, мы у всех немолчаные под пяткою. Восмердели наши раны гнойные, от испуга впали все в прострацию. На поклон пошли волы убойные продавать тебя за регистрацию. Косоглазый идол Чингисхан нам верлык правление дарил. Рукополагал тогда епископ сам всех, кого достойно находил. Ты пришла от сквер безблагодатная Николия Дотолия и небывшая. Сотворение проклято, треклятое, за свободу совесть ослепившая. Скверно а нападок интеллигенция и иреев в трусость утопившая. Без тебя священники не ценятся, наш позор восходит до Всевышнего. Всем повсюду кажется мерещится, если дядя с ней повенчает. Пусть такой смиряется не мечется, даже Бог с тобой не разлучает. всем свое ты иго налагаешь в день венчания евнухом содеявши. Батюшка, ужель того не знаешь, то пожнешь, что дело не посеешь. 2 сентября 1983 года. Вот когда это было написано. Вот акт примирения, не знаю здесь это, акт сотворения, это так, капец, это еще такая и есть. В обратном. Ну ладно, понятно, о чем речь идет. Речь-то идет о том, что не свободны были священники, даже проповедь напишет архиерия, обязан принести. Ну и вот. надо убрать. Хорошо. Надо же, они даже в СССР умудрялись на требах богатеть. Да. Евгений Трабко. Ссылка. Евтушенко Сергей. Похоже, это даже дубины коммунизма не выбить было просто так. Евгений Трабко. Его сын Юлий Эндельштейн сионист. Ныне израильский министр юстиции вроде. Известный политик. КГБ за ним гонялось за сионитские взгляды. А потом он уехал в Израиль при первой возможности. А Георгий Эндельштейн долго добивался священства. Ему не давали. А когда дали, он прямо в рясе по улице ходил и не стеснялся. За что его КГБ упрекало. Мол, в рясе только в храме можно быть. А наоборот про это говорится, чтобы никогда не снимать. Сын ныне видный израильский политик, а отец сельский православный священник. Да, где отец, а где сын. Похож на отца только без бороды. Он министр абсорбции. А вот смотри, вот отсюда, а, вот отсюда, прочитай с выражением. А, отец сельский православный священник. Да, где отец, а где сын. Где отец, а где сын. То есть это ой-ой-ой. Евтушенко Сергей. Да, я с этим ознакомился. Горе для отца, когда сын прошел мимо Христа, вот такое мое мнение. Вы меня заинтересовали. Послушаю видео и почитаю его книгу. Может есть что-то полезное у него. Евгений Трапко. Да, конечно. Послушайте его лекции. Книгу прочитайте. Тем более он с Александром Менем дружил долгое время. С 1962 года. А потом сделайте для себя более проверенные выводы. Евтушенко Сергей. Александр Мене я не принимаю. Евгений Трапко. Ну для каждого свое. Мы не говорим об этом еврейском священнике Эндрештейне Евтушенко Сергей. Ну вот я слушаю запись. Он как и многие начинает говорить о покаянии за сотрудничество со Сталином Берии. Это конечно уже звучит нелепо. Если начать говорить об этом мифическом покаянии можно Сергея сразу вспоминать а потом предательство царя и так далее. Это покаяние пустословие. Как я и сказал есть десятки примеров за что церкви в кавычках можно каяться за всю ее историю. Давайте за все каяться. За каждую оплошность за все века сразу чего мелочиться то. Вот только это ничего не изменит. Сколько раз Бог бил нас. За что? За то что мы не покаялись в чем то? Или за то что мы все таки отступили от него? Живем хуже язычников. За то каяться будем за царей князей и бояр которые жили сто лет назад. Все это бредни. А будет в итоге как написано в Библии. Книга пророка Амоса 8.12 И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку исча слова Господня и не найдут его. Я бы никогда не догадался что это Амос. А кто такой Амос? Пророк. А почему ты решил что Амос а не Амос? Ну Амос. Ну ничего себе. Вот это Володя это Люди деградируют а попы живут и живут в прошлом лишь бы не отвечать за себя сейчас. Типичная болезнь русского искать проблему в прошлом и на него скидывать всю ответственность себя. Евгений Трабков Сергей Евтушенко с вашими взглядами и пониманиями смотрите не окажитесь духовно на стороне предательского сергианства. Настоящее покаяние не может быть пустословием но истинным очищением и внутренним преображением к истине и правде. Евтушенко Сергей Так я могу также сказать не окажись на стороне попов предавших царя и бежавшую за границу. Я не сторонник этих разборок между попами и вообще какой-то стороны в этом противостоянии. Мне жалко что ничего не изменилось после таких потрясений. Они продолжают искать виноватых и каятся в грехах людей которые давно в могилах. У каждого из них есть что поковырять. Но это ничего не решает. Просто треп и борьба за власть. Не треп а треп. Трем да. Евгений Тропко генетический болезнь может передаваться из рода в род. Проклятие до четвертого поколения а благословение до тысячи родов. Так и духовно болезнь сергианства может передаваться из одного поколения в другое через иерархическое рукоположение. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Не делайся участников в чужих грехах. Храни себя чистым. Первое послание к Тимофею глава пятая. Евтушенко Сергей Вы как-то однобоко смотрите а то что Синод предал царя это что было? Потом сергианство и предательство новомучеников потом работа на КГБ а до революции что было просто забудем а раскол на что спишем? Я думаю что духовное руководство русским народом могут осуществлять любые священнослужители это могут быть католики это могут быть протестанты да пожалуй хватит Григория Эндерштейна на сегодня книга пророка Иезекииля Иезекииль 33 с 12 по 20 стих И ты Израилев И ты сын человеческий скажи сыном народа твоего праведность праведника не спасет в день преступления его и беззаконник за беззаконие свое не пойдет в день обращения от беззакония своего равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность когда я скажу праведнику что он будет жив а он понадеется на свою праведность и сделает неправду то все праведные дела его не помянутся и он умрет от неправды своей какую сделал а когда скажу беззаконнику ты смертью умрешь и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду если этот беззаконник возвратит залог за похищенное заплатит будет ходить по законам жизни не делая ничего худого то он будет жив не умрет ни один из грехов какие он сделал не помянется ему он стал творить суд и правду он будет жив а сыны народа твоего говорят не прав путь господа тогда каких путь не прав когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие то он умрет за то и когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду он будет за то жив а вы говорите не прав путь господа я буду судить вас дом израилев каждого по путям его евгений тропко из книги георгия эндештейна записки сельского священника сергианство это выпистыванное большевиками эгпушниками краснопоповское обновленчество под личиной благообразного православия сергианство всегда и во всем ложь многоликое и многообразное всегда совершенно откровенное бесстыдное и безнаказанное главным аргументом защитников сергианства служит тезис что в прошлое десятилетие ложь была для любого непредупрежденного человека настолько очевидной что теряла всякий смысл и никого не убеждала но то же самое можно сказать и о коммунистической пропаганде вообще сегодня сергианская ложь чаще всего проявляется в форме намеренного умолчания евтушенко сергеев сергианство это выпистыванное большевиками и гпушниками краснопоповское обновленчество под личиной благообразного православия сергианство всегда и во всем ложь многоликое и многообразное отсюда дальше это он что говорил дальше я думаю что духовное руководство русским народом могут осуществлять любые священнослужители это могут быть католики это могут быть протестанты это повторяется не нужно мне цитаты этого человека приводить я не являюсь защитником сергианства вы свои фантазии за реальность не выдавайте евгений тропков сергеев тушенко я не именно вам это адресовал а вообще по ходу чтения мне мысль о сергианстве показалась очень точной игнатий тихоныч тоже говорил эти слова что сергианство всегда и во всем ложь вы зачем Евгений поминает слова мои да вы зачем так против меня настраиваетесь фантазером быть не хочу хочу быть необманутым реалистом сергей игнатов христос воскрес по вопросу страданий потомков за грехи предков до 3-4 рода как написано в ветхом завете перед моими глазами пример моего младшего сына Сергея родившегося спустя полгода после аварии на чернобыльской АЭС у которого ДЦП если у одних но это редко инвалидность попущена Богом чтобы через чудесное исцеление больного был прославлен Господь то у других людей инвалидность следствие какого-то греха самого страждущего или самого страждущего или его родители или прародители кому же как не потомку грешников возносить молитвы ко Господу о прощении грехов своих предков по вине которых говоря образно оскомина на зубах потомках правда святые отцы исходят из того что праведный образ жизни потомка грешника смягчает родовое проклятие ведь Господь не хочет смерти грешника а его покаяние аминь Евтушенко Сергей так вот реалистом и будьте все это тянется уже не сотни а более тысячи лет а эти войнушки поповски за власть за метрополий идут сейчас как никогда всегда церковь была под царями я вас смотрю на времена расколов сколько там погибло мучеников так что об них не говорить давайте каяться за все и канонизировать о вакууме что слабо конечно это никто уже не вспоминает а я легко могу сказать что революция была из-за расколов кайтесь в нем но разве это правда правда в том что людей просто бросили они живут баснями живут приметами и откровенным язычеством нас ничему не учат одни говорят покайтесь за царя другие за серегианство третьи за раскол и вообще никто никогда не скажет люди мы вас ничему не научили за 28 лет мы просто решали свои организационные вопросы и делили деньги мы никто не скажет я об этом говорил сотни если не больше раз мы вас обманули мы не научили вас истине вы умирали не крещеные неверующие и шли в ад из-за нас это постоянно говорил это по сотню раз говорил мы благословляли вас идти на войну и вы шли умирать не за христа а за фантазии безбожных царьков за их деньги об этом я постоянно говорил и говорю материал вы рожали детей в блуде и у них нет будущего вас в кавычках жрали сектанты и мы молча смотрели на это нет Евгений я не против вас настроен я настроен против этих лжецов и лицемеров которые сидят и призывают к мифическому покаянию за события с третьей давности давности да давности наше покаяние будет тогда когда наши дети будут лежа в траве молиться богу без оглядки на нас когда женщины будут ходить как в общине и на тихноще когда мы будем знать писание и не только на словах но и на деле показывать что мы достойны называться христианами Евтушенко Сергей Христос воскрес по вопросу страданий потомков за грехи предков до третьего и четвертого рода как написано в ветхом завете это он повторяет что ли ну да может быть да там повторяет этого Сергея Сергея повторяет ну я не поднял хотя бы отсюда дальше прочитать это все повторение я думал об этом вот пониже я думал я думал об этом еще мне кажется что через болезнь ребенка Бог уберегает его от большего греха так как он получив поврежденную природу от родителей может натворить за жизнь непоправимый дел и погибнуть Евгений Тропко если вы это адресовываете к беседам Георгия Энгельштейна и считаете его призывом к покаянию в сергианстве мифическим покаянием то Коментос воздержусь от комментариев зрите не на опасном ли вы пути вы меня настораживаете как можно называть лжецов и лицемеров тех кто призывает к истинному покаянию в сергианстве через покаяние пресечется духовная чума предательство целым поколением болезнь может передаваться из рода в род как физическая так и духовная Евтушенко Сергей а в расколе покаемся канонизируем убитых они как мученики или нет дескать в расколе что Никон там раскол произвел каяться никто не думает а вот дальше события развернутся как Евгений Трапко несколько лет назад на лицевой обложке журнала Крокодил появилась такая карикатура Иуда надмена заявляет перед телекамерой восхищенным журналистом а я и не думаю каяться время тогда было такое обстоятельства вынудили апостола предать учителя в чем прикажете каяться Евтушенко Сергей ну так вы ответите или или мне в четвертый раз спросить а в расколе покаемся канонизируем убитых то есть он не отвечает Евгений Евтушенко то сейчас выйдет новый человек и показывает что в расколе каются как раз и весь сенот каются они как мученики или нет Евгений Трапко каяться надо во всяком совершенном зле и грехе Евтушенко Сергей Евгений Трапко я настроен против лжецов лицемеров которые сидят и призывают к мифическому покаянию за события старетней давности это повторяется да как можно назвать духовно это через покаяние пресечется духовная чума предательства целым поколением болезнь может передаваться из рода в род как физическая так и духовная это не истинное покаяние это выборочное покаяние за царя он не призывает каяться вопрос что же он он так что же он так я более точно опишу свою позицию я не против того чтобы покаяться во всех грехах я против того что они заявляют что это корень всех бед из-за этого Россия не может возродиться все проблемы возрождения они списывают на предательство царя либо сергианство либо Сталина КГБ вот это есть лицемерие причем каждая группа за что-то одно Евтушенко Сергей каяться надо во всяком совершенном зле и грехе выходит Никон антихрист и староверы правы а вакуум канонизируем как у староверов понимаете какой конфликт возникает и такие примеры будут вылезать на каждом шагу чтобы их разрешить нужно миллион лет времени и столько же смирения и терпения а если учесть что у нас с сектантами борются с помощью уголовного кодекса а не библии то выхода из этого тупика вообще нет но стоит заметить его нет пока реально верующие люди не придут в епископат а это можно сделать только по примеру Игната Тихоновича учить людей вот о чем он призывает у нас все это решено не миллион лет а уже все в готовом виде а об этом призывали к покаянию вообще не призывали он называет их призывалы а об этом призывалы к покаянию вообще никогда не говорят но он прав в этом вопросе Евгений Тропков во избежание непонимания того что мы имеем ввиду под термином ксергянство приведем ответы митрополита Сергия на пресс-конференции для советских иностранных журналистов 15 февраля 1930 года вопрос действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется ответ гонения на религию в СССР никогда не было и нет в силу декрета об отделении церкви от государства исповедание любой веры вполне свободное и никаким государственным органам не преследуется это говорит будущий патриарх то есть здесь даже не ложь ничего а сам сатана стоит а в это время сотни епископов миллионы верующих уже погублено уже расстреляно задавлено и он продолжает это говорить больше того последнее постановление в ЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8 апреля 1921 года совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию вопрос верно ли что безбожники закрывают церкви и как к этому относятся верующие ответ да действительно некоторые церкви закрываются но проводится это закрытие не по инициативе властей а по желанию населения а в иных случаях даже по постановлению самих верующих вопрос верно ли что священнослужители и верующие подвергаются репрессиям за свои религиозные убеждения арестовываются высылаются ответ репрессии осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения а в общем порядке как и к другим гражданам за разные противоправные деяния все предатель он такой же коммунист вопрос соответствует ли действительности сведения помещенные в заграничной прессе относительно жестокости чинимых агентами совласти по отношению к отдельным священнослужителям ответ ни в какой степени эти сведения не отвечают действительности то есть такого предательства от славы от мучеников от исповедников чтобы было никогда в истории церкви не было никогда все это сплошной вымысел клевета совершенно недостойно серьезных людей к ответственности привлекаются отдельные священнослужители не за религиозную деятельность а по обвинению в тех или иных антиправительственных деяниях и это разумеется происходит не в форме каких-то гонений жестокости а в форме обычной для всех обвиняемых цитаты по акту святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти издание недавно так и издано было это все какая страница что Евгений Трапко Якунин Глеб Павлович арестован в 1979 году в 1980 году осужден по статье 70 УК РСФСР на 5 лет в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки за организацию христианского комитета защиты верующих Евгений Трапко Каяться надо во всяком совершенном зле и грехе Евтушенко Сергей Я настроен против этих лжецов лицемеров которые сидят и призывают к мифическому покаянию за события столетней давности если вы это адресовываете к беседам Георгия вот так как можно назвать лжецов прессимеров это они уже говорят об этом через покаяние пресечется духовная чума это повторяется тоже это все так повторяется выходит Никон Антихрист Старой Веры правы ну конечно а вакуум канонизируем уже канонизирован дальше Евтушенко Евтушенко Сергей Я все сказал Евгений не буду зря полотна текста писать и повторять одно и то же по пять раз ровно такие же претензии нужно предъявлять всем и по каждому страшному пункту нашей темной истории а не выбирать ту тему которая кому-то интересна и замолчать все остальное Якунин в итоге по политическим соображениям оставил РПЦ променяв сан на кресло депутата ГД Российской Федерации Государственной Думы Государственной Думы и по сути создал свою собственную церковь о нем и говорить смысла нет люди которые оправдывают нынешнее состояние церкви мистическим уроком за отсутствие покаяния в советском прошлом для меня сродни врага Андрей К.Р Игнать Тихонович благодарим за ваши молитвы произошло хоть какое-то просветление Слава Иисусу Христу Снята тяжесть пред непонятным выбором да воздастся вам за вашу молитву спаси Христос Виталий Калинников соглашусь с Сергеем попы всех мастей и рангов бьются за свою каноническую территорию который их кормить и будет попробуй покусить на его ватчину ватчину ну в общем ватчину ватчину да узнаешь почем фунт лиха смотри ролики о благовещении по соседним деревням на канале во свете Библии все остальное второстепенное для них и этот их настрой уже вовеки не изменить такова падшая природа человека но все же сергианство это апогей тайны беззакония сродиться уже не за страх а за совесть с неприкрытыми сатанистами при этом внешне оставаясь как бы православными это век искусства мимикрии а это вот я брал читали или нет вопрос 715 если голодный ребенок стащил сладка у продавчиси пирожок можно ли назвать его вором не помню давай ответ мне неплохо известны преступники воры с которыми я некогда хлебал баланду и сейчас встречаюсь через кормушку знаю что у воров по неписанному закону никогда не говорится своровал но взял глагол же образует и подлежащее вы говорите стащил но не говорите своровал святые категорически запрещают производить подмену слов делая пересортицу словам притчи 630 не спускает вору если он крадет чтобы насытить душу свою когда он голоден я рассказывал уже о том как моя жена ездила с племянником ромой в гости к моему двоюродному брату василию лапкину ребриху станция ему в гостях полюбились пластмассовые кони и он некоторых из них увел кавычках когда я пришел домой ночью с работы мне возвестили об этом конократстве я в ту же минуту разбудил его и все подробно разузнал краденый находится в моем доме все что у меня теряет божью защиту я могу ночью сгореть или быть обкраденным и ты как вор можешь не дожить до утра и пойдешь в ад ибо воры царствие божие не наследует мы тут же это и прочитали 1 петра 4 15 только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое 1 коринфянам 6 10 ни воры ни лихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царствие божие не наследует вот ребенку 5 лет кажется было и хотя мы с заходом солнца по нашему правилу не открываем никому дверей но тут ввиду чрезвычайности создавшейся ситуации мы помолились очень крепко и продолжительно и спрашиваю бога прощения для отрока я положил ему руки на голову и со слезами помолился прося не наказать и нас за такое нерадение а воспитание подрастающего ночь была темная и морозная а сарай находился далеко на другой стороне через дорогу мы едва открыли его и загнали лошадей в эту конюшню на утро мы снова сделали полный разбор этой криминальной ситуации как бы уже приговоренная я очень усиленно стучался в его сердечко и он это понял мой отец Тихон а его дед был чуть тепл в религии и он нам говорил хочешь пить пей хочешь курить кури но не воруй и не играй в карты узнаю башку отшиву и мы этот наказ отца берегли но внучата оказались пожиже деда на руку и даже реквизировали этих лошадок мы перебрали все варианты выхода из этой экспроприации и остановились на следующем варианте сейчас они с надеждой сильно идут в магазин покупают еще таких же лошадок какие-нибудь интересные игры подарки и первым же поездом выезжают на станцию Ребриха за 120 км где случилась эта беда там обо всем рассказывают хозяевам и спрашивают прощения и задабривают их подарками это была очень крепкая зарубка для несмышленыша профессора психологи узнав про этот случай вопрошают меня по какому методу я действовал где это прочитать находя разрешение этой истории оригинальным и очень действенным а результат был положительным со стопроцентным выигрышем дальнейшие почти 20 лет жизни подтвердили это он не стал вором и хлеб насущно добывает своим трудом а это уже немало мой совет найдите эту пирожницу признайтесь перед нею и спросите ее прощения чтобы она сняла незримый гнет лежащий на вас была самая настоящая кража и выживете самым настоящим вором задарите эту лоточницу и засвидетельствуйте ей что все это вы сделали только ради Иисуса Христа который свят и таких же последователей ищет себе и эта продавщица несомненно засвидетельствует другим и конечный результат известен будет только в вечности все нужно делать на полном серьезе за правду Александр Мальясов Христос воскрес мир дому вашему Игнать Тихонович благодарю вас и подписываюсь под каждым вашим словом Зазомбировал Валентина Сортисон А я не согласен с Сергеем Я настроен против кавычки открытых этих лжецов и лицемеров которые сидят и призывают к мифическому покаянию за события столетней давности Лжецы и лицемеры а их подавляющее большинство естественно и будут этого делать Кажется тех у которых еще совесть неокончательно сожжена у Игнать Тихоновича в книге к истинному православию есть документ покаяния РПЦЗ перед старообрядцами от 13 октября 2000 года спустя 333 года со дня реформы Никона а также это было с Феодосией младшим императором Византии который принес письменное покаяние к Яну Златоусту спустя 32 года после его кончины за мать свою Евдоксию молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Яна Яна Грозного история учит нас просить прощения не только у живых но и у мертвых чтобы снять вину греха взятая из материала Игнать Тихоновича Исход 347 сохраняющий милость в тысячи родов продающий вину продающий ой господи прощающий вину и преступления и грех но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3 и 4 рода наказывающий значит нужно избывать этого числа 18 1 и сказал господь Аарону ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность священстве вашим то есть это когда то было а вот теперь понесете вину прямо отвечает 3 царство 8 34 тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю которую ты дал отцам их Галина Влеська Христос воскрес желание приехать в субботу перед антипасхой не погасло нахожу нахожусь в поисках добрых попутчиков и что же насилие на меня два человека муж да его жена моя бывшая соработница но ведь курят да и пьют пиво с просьбой вернуть Олю на работу ко мне а Оля вольная я была у них в классе пионер-вожатой в школьные годы свои но Оля очень добрая и некорыстная и зашла тема у нас троих о грехе и о жерти за грех Христе по разговору нашему оказалось что мы вместе с Олей страстную пересмотрели Басилашвили в фильме по Буглгакову и что Оле в этом году будет 33 годика и о Христе невежество одно у них с мужем судя из телефонных переговоров предложила летний трудовой православный лагерь вместе со мной и Олиным четырехлетним мальчиком так согласились так согласились так согласились думаю вот это да и сосредоточилась я на молитве ответ пришел мгновенно просят вдвоем о возврате на работу и муж просит личной встречи с тобой садись за руль и поезжай на чай к ним домой так господи еду вторая серия попозже благословите помолитесь получится результат но то то на антипасху их и привезу к вам на мозгоправку они на мозгоправку да они добрые люди вот это да с Богом всех благ братья вы мне о ворах рома а я вам о пьяницах и куряках не приходят правильные на покаяние и на пир не идут богачи дивны дела твои господи слава тебе аминь Игнатий Лапкин с собой табачно и алкогольно никогда никому не брать с собой потому что будем им будут им переживания сверх их сил с собой не брать чтобы хотя сутки не брали в рот ничего такого и не было запаха не имя 9.2 и отделилось семя Израилева от всех инородных и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих то теперь я возвращаюсь к той теме где перед кем что исповедовали то во грехах своих и в преступлениях отцов своих и стояли на своем месте и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего и четверть исповедовались и поклонялись Господу Бога своему Псалом 108 14 стих да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его и грех матери его да не изгладится то есть о грехе матери молится которых живых то нет он может Даниил 9.16 Господи по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима от святой горы Твоей ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас за грехи беззакония отцов наших там поколение что прадеды виноваты то есть Библия говорит приносят покаяние Левит 26.39 А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут отцов своих то есть это прапрадеды и вот еще грехи Левит 26.40 тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих как они совершали преступления против меня и шли против меня вот видишь как беззакония отцов своих еще подтверждение Библии Плащ Еремии 5.7 отцы наши грешили их уже нет а мы несем наказание за беззаконие их что тут непонятно их уже нет они умерли а мы несем наказание так об этом надо молиться чтобы наказание Господь стер значит мосить прощение за что отцы делали Евтушенко Сергей во первых я против избирательного отношения к этому вопросу и в том числе из-за политических интересов во вторых я против веры в мифический рок который висит над Россией и мешает ей возродиться из-за отсутствия покаяния за дела давно мертвых людей про эти случаи я и говорю жецы и лицемеры ну как когда впереди местоописание говорит что их уже нету а мы несем наказание вместо того чтобы поменять нашу жизнь сейчас они живут прошлым пытаются оправдаться ошибками предков вместо того чтобы исполнять свои обязанности сегодня и отвечать за тех людей которых они сейчас бросили на произвол судьбы это это то же самое только надо понимать глубже такие люди так и не ответили себе на вопрос за что бог нас наказывает такими тяжкими испытаниями они ищут ответы у философов писателей они даны тысячи лет назад вибраем вот и даны то есть то надо разобрать узнать как же так молились и военно златоуста просили прощения у мертвого по порядку я бы показал здесь ее они конечно не читают а если читают так только то что сами хотят там видеть самое главное все эти пространные разговоры о покаянии длятся уже 28 лет а воз и ныне там понимаешь как вот я привожу к истинному православию полностью сенат все епископы до единого подписались зарубежные просят прощения у старобрядцев не потому ли нас постигли гоняне при советской власти что там нераскаянный грех остался это не один там кто-то Ваня Паня а весь сенат Сергей Пупков смотрите с 32 минуты а ну это там ласточки Дмитрий Б Добрый день Игнарь Тихонович денежка дошла не узнавали Игнати Лапкин невозможно узнать но получил уже что было на книжке то есть за книги высылает и выслал и беспокоится обычно доходит все благодарю Божия Богу Юрий Соболев очень люблю ваши ответы Игнать Тихонович в книгах иные перечитываю таких нигде и ни у кого нет быть может за всю историю христианства и педагогики это истина реки воды живой говорю искренне без лести и угождения спаси Христос это любое стихотворение мое можно так сказать они взяты издалека там такая экстраполяция перенос событий во временной форме Елена Христос воскрес посмотрела видеоролик с Василием и его слова «Подь ты к Чомеру вернули меня назад больше чем на 40 лет бабушка так говорила в сердцах и я как Сергей не понимал до сих пор не знаю а кто или что это Чомер Юлия Субботина да я смотрела когда Василий первый день появился у Сергея было жалко смотреть сколько добра ему сделали а он так подло поступил правда говорят от добра добра не жди Елена Бейерут Пасха что такое Бейерут ну большой огромный город у них там Ксения Юрова воистину воскрес спаситель наш вот как объясняет нам значение этого словечка интернет Чомер лесной дух леший хозяин и хранитель леса герой уральских и северных народных поверьей если его не задобрить в лес лучше не соваться а дальше по интернету показывает ласточки наши потеряевки и главное у нас перепечатал себе взял он снимал у нас был Максим сто семьдесят тысяч а у нас там семнадцать тысяч в десять раз меньше слово антипасха совершенно не приемлю Христос антихрист что я говорю Максим Степаненко Наталья Усатая Христос воскрес вот это да вот что значит Игнать Тихонович труды и служения Христу сейчас кто узнает сейчас кто узнает все побегут в потеряевку слава Иисусу Христу я знал что такое будет на телевидении это меня и поразит это и меня поразило когда в первый раз в ролике смотрел как ласточки в храме тихо слушают тоже литургию у нас дома в детстве в России тоже вокруг дома и внутри и сарае везде ласточки делали гнезда меня удивляло как они так красиво и аккуратно делают гнезда я даже на память себе сфотографировал из ролика Галина Влеська передам спаси Христос вторая серия встречи с Олей которая хочет хочет а ничего больше нету и на те лапки вот ваша шифровка Галина Влеська и так вторая серия встречи с Олей которая хочет преодолеть свою житийную путаницу но не знает как изменить себя встретила меня приветливо сварила настоящего кофе когда слушала впервые о Христе то глаза ее блестели от слез рассказала я о вашей общине о детских трудовых гостях посмотрели ролик о моем отъезде из Потеряевки сказала ей о форме мужчин и женщин и что по благословению летом с пятилетним сыном возможно потрудиться во славу Бога в детских трудовых гостях приняла Оля все без возражений о Вере как и многие почти ничего и не знают интерес был видела по ее глазам они с мужем согласились со мной приехать к вам на антипасху и Оля обещала воздержаться от табака а муж ее самостоятельно борет эту привычку с ним не удалось встретиться у них дома он отъехал на работу вот такой красный вторник у меня был сегодня что скажете Аллилуйя Игнатий Лапкин слово антипасха совершенно неприемлем Христос разве антихрист анти что на сердце ляжет очередная православная окромлять воцерковлять а по вашему тексту о воле ничего нельзя сказать мне за полвека с лишним пока не удалось встретить возле себя ни одной кто бросил бы курить сразу и навсегда нужен срок хотя бы года в три нужно просто показывать название дня и число месяца год и так в каждом году 56 вариантов таких понятных понятных дальше галина влеська мне тоже скребет это слово антипасха увы рустам мир вам Игнать Тихонович разговаривал с другим священником на тему крещения по канонам церкви он сказал что подумает и перезвонит в субботу прошу ваших молитв спаси Христос Игнать Тихонович а можно вопрос мне просто интересно а почему многим не нравится моя борода говорят что я страшный и старый это так бесы говорят через людей ведь я смотрю на себя в зеркало и мне все нравится или это говорят блудники блудницы завистники Игнатий Лапкин святой Ян Златоуз говорит что мнение безбожных есть писк комара жужжане жука каркани вороны не будьте рабом чужого мнения и зеркало спрячь чтобы не превратиться в дикую гагару Рустам есть такая сказка где одна была красивая там у северных народов ну какая она красивая какая все и она все время смотрелась в воде отображения какая я хорошая какая я я я и наконец превратилась в гагару и полетела Рустам не могу найти правила в канонах Константинопольского собора о перекрещивании людей которые которых обливают прикрещение о крещении еще сказано в 50 апостольском правиле сказано об обязательно в троекратном крещении но не говорится о погружении как интересно о крещении говорится ну слово это крещение означает погружение другого перевода то нету о крещении говорится какого другого то и не было где в воде Христос в реке крестился Русь в реке Евна говорит сошли оба в воду но там не написано сошли в воду и они поплыли куда-то но если для погружения в ваших материалах я не нашел каноны про полное троекратное погружение есть высказывания отцов церкви о крещении Иоанн Златоуст и так далее состояние отчужденности мне все приносят с тех пор как уверовал поэтому ничего страшного Евгений удалил вас потому что думал что игнорируете все все верно вы написали сами понимаете зачем держать в контактах у себя людей у которых даже ответа на вопрос не получишь обычное дело это вы меня простите Евгений Евгений Тропко помоги вам господи Рустам рад что снова добавили меня в контакты Ник Скрыленко удалил вас потому что думал что игнорируете все верно вы написали сами понимаете зачем держать в контактах у себя людей у которых даже ответа на вопрос не получишь обычное дело это вы меня простите Евгений а вот теперь эти слова Рустамова Николай Скляренко объясняет избалованы вы батька батенька батенька да и гордыня через край знаю что говорю сам был такой наступите на горло своей гордыни иначе окончательно потеряете Христа нет у вас покаянного состояния все вас должны любимого хорить или леет на месте батюшки я бы даже не крестил бы вас Гусей Фрустам на своем бы месте я бы забил бы вас за такие слова не будь я христианином псина каждый день терплю вот таких как вы Скляренко так как такие как вы совестливого человека множество раз запутают своей бессовестностью еще при этом обвиняют в гордости гордости перед тем перед тем только чтобы не метать бисер перед свиньями и не пачкаться вашей грязью перемешанной с блевотиной так как давно уже наступило время когда стали говорить на белое черное и на черное белое тут у меня несколько моментов вот чудо про это ласточки как есть а вот что здесь написано прочитай мелко Максим Степаненко опубликовано 2 ноября 2015 года иконостас храма священномучника Анфимы Некомедийского и птичка находит себе жилье и ласточка гнездо себе где положить птенцо своих у лотарей твоих Господи сил царь мой и Бог мой псалом 83 4 стих поражает трудолюбие этих птичьих родителей в их беспрерывных полетах изо дня в день за кормом для нескольких птенцов глядя на птиц я устыдился тогда своей былой лени и какие у них могут быть депрессии летай и корми летай и корми а в этом осень еще лети за тысячи километров на юг видишь какие выводы делает а другой еще ты это подними подержи в руках да можешь даже вот так отсоединить смотри а я сейчас возьми в руки просто отдельно аппарат я сейчас посмотрю где это которое можно прочитать что зарубежная церковь принесли они там покаяние вот я сейчас где-то тут была она почему нету сейчас я даже не знаю сейчас гляну вот здесь покаяние было или нет покаяние да как его найти то я наверное так вот сделаю хоть и плоховато будет во свете библии потом найти надо к истинному православию книга вот я ее воткнул и здесь сразу покаяние перед старообрядцами вот оно где вот теперь нужно покаяние это прочитать давай считай полностью это 14 епископов которые были зарубежной церкви все они здесь покаяние перед старообрядцами архиерейского собора РПЦЗ верующих чад русской православной церкви на родине и в рассеянии держащихся старого обряда собор епископов русской православной церкви за границей РПЦЗ приветствует возлюбленные братья и сестры по святой православной вере нашей благодать и милость человеколюбства спаса да будут с вами вовеки при том у них там Даниил старообрядческий присоединились к зарубежной церкви и он подписался перед этим в год когда святая православная церковь обращена к 2000 юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы собор епископов РПЦЗ собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке на наших заседаниях думаем и о том как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения которое уже столько столетий переживает церковь российская вследствие богослужебных изменений установленных в 17 веке мы глубоко сожалеем о тех жестокостях которые были причинены приверженцам старого обряда о тех преследованиях со стороны гражданских властей которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников иерархии русской церкви только за любовь старообрядцев к преданию принятому о благочестивых предках за ревностное хранение его русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем третьем всезарубежном соборе составящемся в 1974 году во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными запрещение же и клятвы наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи считать недействительными отмененными яко не бывшими яко не бывшими такое интересное выражение и несмотря на это хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях причиненных старообрядцам мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем дабы спросить у них прощения за тех кто презрительно относился к их благочестивым отцам этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия младшего перенесшего святые мощи святителя Яна Златоуста в царственный град из дальней ссылки куда родители его немилостиво отправили святителя применяя его слова мы взываем к преследованным простите братья и сестры наши прегрешения причиненные вам ненавистью не считайте нас сообщником в грехах наших предшественников не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их хотя мы потомки гонителей ваших но не повинны в причиненных вам бедствиях простите обиды чтобы и мы были свободны от упрека тяготеющего над ними мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам простите оскорбивших вас безрассудным насилием ибо наш нашими устами они раскаялись в соделанном вам и спрашивают прощения в 20 веке на православную российскую церковь обрушилось новые преследования теперь уже от рук богоборного коммунистического режима перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц именующих себя церковными мы со скорбью признаем что великое гонение нашей церкви в прошедшее десятилетие отчасти может быть и божиим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками вот какое покаяние итак мы сознаем горькие последствия событий разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молимся о том чтобы мы если на то будет воля всемилостивого бога могли бы участвовать в таком богоугодном деле мы верим что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям христовым в исповедании что не обряды наши сами по себе приближают нас к богу но покаяние наше смирение готовность к взаимному прощению любовь и все христианские добродетели устроят нам наше спасение мы искренне желаем встретить представителей церквей старого обряда и согласий а также их приходов дабы мы могли совместно разрушить средостение разделяющее нас и подготовить путь к добрым отношениям и наконец к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви от 13 до 26 октября 2000 года заявление комментарий этого документа миллион людей ждали 333 года со дня реформы Никона реформы ненужной противозаконной и крайне вредной принесшей неисчислимые страдания верным сынам православной церкви на Руси реформа Никона раскола расколола расколола русскую нацию ослабила ее силы и привела к конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года это решение синода РПЦЗ будет быть может самым лучшим и памятным что вышло от них за последнее десятилетие и даже против такого смелого открытого покаяния направлено на то чтобы снять с себя вину возложено на них от отцов реформаторов сегодня пытаются опротестовать и представят в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия история учит нас просить прощения не только у живых но и у мертвых чтобы снять вину греха это было с Феодосией младшим императором в Византии который писал к Иоану Златоусту как живому спустя 32 года после его кончины при перенесении его мощей он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии свернувшей и сославшего Златоуста в ссылку до которого он так и не дошел умерев в пути при перенесении мощей митрополита Филиппа удушенного малютой с Куратовым по приказу одного из лютейших в мире правителей царя Яна Грозного молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Яна покаяние перед старообрядцами природными русскими гражданами и патриотами своей родины и старой верой снимает душевный гнезд с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия а ну-ка ты достань вон и к тисному православию самое крайнее наверху там мы покажем подписи возьми вот этот стул он уже не нужен будет здесь сейчас мы конкретно перепокажем вот так что тут не то чтобы я хотел там не хотел но я всегда ждал этого покаяния на пока тут направь ну можешь как я листаю показать ищу так сейчас мы это все откроем обозрение вот оно где видно или не видно это мало да а почему видно вот они подписались все архиереи отсюда записано это вот я перехожу московскую петроархию а вон там оно написано идет а это вот само вот оно называется как это все взято из нашей книги к истинному православию какие буквы украслены этот Игорь Куц сейчас узнали он смертельно болен что-то у него там арахт признали печально так мы молимся о него к истинному православию вот оно и вот об этом все но на сегодня я думаю достаточно можно только показать наши где здесь эти все тут еще есть ресурсы хотя бы глянуть а что-то у меня тут не получилось вот это вот мой мир ну тут мой мир не совсем получилось вот оно как называется вот сюда переношу дальше есть наш форум православный 1600 тем ну а в моем мире там 21000 фотографий и православный видеоканал 10 550 видеороликов ну и вот здесь показал я это у нас что с нашего сайя взято православный библейский сайт ну вот на сегодня все во славу божию так